Трек «Инсайн» является открывашкой 12-го студийного альбома американской нью-метал группы Korn под названием «The Serenity of Suffering». И на виниловое издание этого альбома сегодня будет обзор. Всем привет, меня зовут Олег, рад вас видеть на своем канале. Сегодня вы попали, как обычно, в еженедельную рубрику «Обозрим». Напомню, что в этой рубрике мы делаем обзоры на разные музыкальные и физические носители. В основном это виниловые пластинки. И на очереди у нас 12-й студийный альбом группы Korn, который имеет название «The Serenity of Suffering». И, как полагается, короткая история об этом альбоме. Группа над этим альбомом начала работать в 2015 году, и, как указывается в некоторых источниках, данная работа будет являться продолжением их 11-го студийного альбома под названием «The Paradigm Shift». По словам гитариста Брайана Уэлча, новый альбом будет намного тяжелее когда-либо услышанных за долгое время. Кстати, это первый альбом, в котором Уэлч принял огроменный вклад в написание песен после того, как он вернулся в группу в 2013 году. Запись альбома происходила в домашней студии вокалиста группы Джонатана Дэвиса. Продюсером альбома стал американец Ник Раскуленец, известен как продюсер двух альбомов Foo Fighters, один из которых получил премию Грэмми как лучший рок-альбом в 2004 году. Песня «Take Me» была написана Дэвисом для его дебютного сольного студийного альбома, но после того, как группа услышала этот материал, она незамедлительно хотела использовать его именно для своего нового студийного альбома. И, немножечко перезаписав трек, он попал именно вот в этот альбом. В записи альбома принимал участие Кори Тейлор, известен как вокалист группы Slipknot, и услышать его можно на треке «A Different World». 22 июля 2016 года был выпущен первый сингл и видеоклип на песню «Rotting in the Wayne». И для продвижения этого альбома перед его выпуском было выпущено, помимо первого сингла, еще три трека на песне. «Inside» «A Different World» «Take Me» А сам 12-й студийный альбом вышел 21 октября в 2016 году под лейблом Roadrunner Records. А после выхода альбома, где-то через полгода, вышел клип на песню «Black is the Soul». На обложке альбома присутствует знакомый артефакт – это мягкая игрушка из четвертого студийного альбома «Issues», созданного Роном Инглишем. Альбом «Безмятежные страдания», именно он так переводится, получил рейтинг 67 баллов из 100 на метакритике на основе девяти лицензий. В целом альбом оценили положительно. Журнал «Metal Hammer» написал, что альбом похож на подборку определяющих моментов в корме. А теперь давайте посмотрим на виниловое издание данного альбома. У меня в коллекции имеется европейское издание 2016 года, то есть первый пресс на черном виниле. Также и еще с другими расцветками альбом издавался на виниле. Например, это «Светл голубой». И также было лимитированное издание, которое издавалось в цвете так называемой «Светящейся в темноте». И если вы являетесь владельцем данного винила, подскажите, реально он светится в темноте или это просто такой, назовем так, рекламный маркетинг. Также альбом выходил еще на «Pictures» виниле. Конкретно мой экземпляр изготавливался на чешском заводе «JZ Media». Упаковка имеет форму обычного конверта для виниловых пластинок. Покрытие матовое, качество картона хорошее. На лицевой стороне, естественно, изображена обложка альбома. Качество изображения отличное. Все четкое, детализированное и такое достаточно яркое, цветастое. На обратной стороне присутствует трек-лист, фотография со страшными существами, жутко немножечко. И внизу краткая информация об издании. Вид торца. Внутри упаковки присутствует буклет с некой информацией. А на другой стороне фотографиями с участниками группы. В комплекте присутствует маленький буклетик с промо-кодом для скачивания цифровой версии альбома. И, конечно, бумажный конверт, к сожалению, без антистатического пакета изначально, с виниловой пластинкой. Так выглядит черный винил. Качество визуально просто с ног шибательное. Никаких разводов, царапин изначально не было. Вид яблок. Что касается пластинки. С технической точки зрения масса тихая, щелчков почти нет. Ну, может быть, появляются в тихих самых местах. Ну, редко. Сама пластинка ровная, смещения к центру нет. И падение качества к яблоку также я не услышал. Что касается звучания, то звук на этой пластинке просто обалденный. Настолько мощный атмосферный бас. Отличный четкий вокал. Очень также жирные гитарки. Все как в стиле нью металл. Отлично выраженные барабаны. Вообще слушать только одно удовольствие. Вот такой вот вышел небольшой обзор. Надеюсь, вам более-менее понравился. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И также подписывайтесь на другие мои ресурсы. Ссылки будут в описании. И пишите в комментариях ваши впечатления о данном альбоме и об издании. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Еще раз всем спасибо. И обязательно скоро увидимся. Пока. Пока.